Музыка Какова судьба газетных павильонов в Чебоксарах? Этим вопросом задались журналисты издания «Советская Чувашия». Ветераны розничной торговли печатной продукции вспоминают, раньше газетные киоски считались социально значимыми объектами и имели льготы по аренде земельных участков. Сегодня таких привилегий нет, и для каждого из 80 городских газетных павильонов это стало серьезной проблемой. Аренда съедает заметную долю прибыли. При таком положении дел не то чтобы развивать бизнес, выжить сложно. А накручивать цены на товар нельзя, люди просто перестанут покупать прессу. Другая проблема – вполне понятные требования местных властей улучшить внешний вид киосков. Критерии таковы, что новые земельные участки под размещение киосков, каких бы то ни было, предоставляются только через процедуру аукциона. Ну и второй момент – это то, что облик киоска должен обязательно соответствовать требованиям внешнего вида современного города. То есть это не должны быть какие-то будки, которые уже там по 20 лет стоят, ржавые киоски, они нас не устраивают. То, что касается аренной платы, на сегодняшний день я считаю, что за эти земельные участки аренная плата довольно-таки на низком уровне. Ну это где-то порядка тысячи рублей за киоск. Получается замкнутый круг. Чтобы модернизировать киоски, нужны деньги. Но заработать их трудно, потому что прибыль в этом бизнесе маленькая, а льгот нет. Поэтому предприниматели, не чувствуя уверенности в завтрашнем дне, осторожничают. Основания у них для этого есть. В разных городах России сложились разные ситуации в этом вопросе. Вот, например, в Саратове ожидание прибыли, жажда прибыли, привела к тому, что ларьки с печатной продукцией, павильоны, киоски, они практически исчезли. В результате там упала очень сильно цифра распространения печатной продукции. В Липецке наоборот. Там городские власти взяли курс на информатизацию населения. И у них произошел буквально расцвет павильонов, торгующих печатной продукцией. Соответственно, жители гораздо больше информированы, гораздо лучше разбираются как в ситуации в своем регионе, так и в ситуации в других регионах на федеральном уровне. Мы хотели бы этот замечательный опыт применить и у нас. Социологические исследования уверяют, жители Чебоксар печатной продукции нуждаются. По результатам опроса, проведенного Мининформполитики Чувашии, жители республики чаще всего в киосках покупают газеты и журналы. Такой ответ дали 64% опрошенных. Еще 12% покупают констовары. 5% – табачные изделия. И 3% – лотерейные билеты. На вопрос, какие городу нужны торговые киоски, размещенные на сайте Чебоксарской городадминистрации, 61% респондентов ответили, что нужны киоски с печатной продукцией и канцтоварами. 5% нужнее продуктовые киоски. Всего 3% – табачные. Надо бы четко определить правила игры для всех участников, тем более, что изобретать велосипед не понадобится. На сегодняшний день рекомендательного характера приказ Миномкомсвязи 2013 года был бы идеальным, если бы он заработал. Где сказано про льготные тарифы, арендные платы, где рекомендуется устанавливать павильоны на остановках, где больше народу, поток народу. Где сказано про поддержку на местном уровне. Естественно, если все рекомендации этого приказа будут учтены на местном уровне, жизнь киосковой сети была бы легче. Пока же организации, занимающиеся распространением печатной продукции, просто не в состоянии конкурировать с теми же банками и операторами мобильной связи. Что чебоксарцы и могут видеть сегодня на улицах города.